Друзья, добрый день! Сегодня у нас будет такое интересное видео посвящено тому, как можно определить при покупке сушильной машины, промышленной, либо обыкновенной, какой у нее остаточный ресурс, либо сколько она отработала. Во всех сушильных машинах есть такое понятие, как снятие статического электричества, и там еще кое-что определяет плата. Это вот такой вот бегунок. Смотрите, я вам покажу. Он всегда касается бака. Вот это... Сейчас мы разберем сначала промышленные машинки, а потом разберем обыкновенные бытовые. Вот, смотрите, видите? Он состоит из графита, там с чем-то еще, и очень хорошо виден номер. Это говорит о том, что он свежий, и здесь ресурс там, ну, скажем так, может быть, до 1000 часов. То есть еще расстояние очень большое. Видите? Смотрите, сейчас я вам покажу другую машинку. Так, вот, смотрите, другая машинка. Вот, смотрите, сейчас. Вот. Вот. Видите, здесь уже номера начали стачиваться. Это говорит о том, что у этой машинки уже ресурс несколько тысяч часов. Если, например, вы покупаете такую машинку и вообще не видите номерков, значит, она уже хорошо подработан, у нее ресурс. Поэтому вот по наличию номера можно определить, сколько она подработала, потому что вот эта часть, видите, она трется постоянно. Вот. И каждый раз она трется, видите, в этом месте стыка. Вот оно. Вот. Стык раз и два. Был там. Поэтому, поскольку она, когда крутится, эта графитовая часть, ну, а там медно-графитовая с чем-нибудь еще она стирается, то по величине, по остаточной величине вы можете посмотреть, сколько она проработала. Теперь мы сейчас посмотрим на обыкновенную бытовую машинку. Вот, смотрите, обыкновенная бытовая машинка. Здесь то же самое. Это у нас, сейчас я вам покажу, стиральная машинка Электролюкс. Она, правда, в разобранном состоянии. Она под ремонт. А в помещении, где я снимаю, нет света, поэтому так уж получилось. Сейчас придете, наведу резкость. Смотрите, здесь тоже вот такая вот медная часть идет. Вот она. Сейчас как бы так снять, чтобы вам было видно. Она вообще новая. Вот. То есть это говорит о том, извините за грязные руки, но я только что их ремонтировал. Вот. Здесь идет такой кубик. Видите? Сейчас. Вот он. Просто телефон дальше не влазит, и не могу ближе снять. Он вообще новенький. Это говорит о том, что стиральная машинка там отработала, ну, может быть, ну, 100-200 часов. Ну, не больше. И он новенький. То есть вот эти моменты, если вы покупаете буржную сушильную машинку, они говорят о том, сколько она отработала. Ну, давайте подведем итог. То есть при покупке сушильной машины, будь то промышленная, вот такая вот, например, либо обыкновенная бытовая, не потрудитесь снять крышку и посмотреть на съем статического электричества вот с этих медно-графитовых вставок и посмотреть их износ. Если вы на промышленных машинках уже не видите циферок, это плохо. Если они есть, это хорошо. Если у вас, вы видите уже легкий износ на бытовой стиральной машинке, бытовой стиральной машинке, уже легкий износ, например, прямоугольничка или квадратика, который там идет, это говорит о том, что такая машинка отработала не меньше там 400-500 часов, что в принципе говорит о том, что ресурс у нее уже подсевший. Поэтому будьте внимательны и делайте всегда правильный выбор. Всего Божьих всем благословений, всего хорошего, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok